наступила осень и как мне кажется это наверное предпоследняя копалка я на часик в обед так сказать копнуть чуть-чуть и вот сигнальчик плюс 80 уходит в перегрузку местность я показывать не буду потому что мне тоже хочется поучаствовать в копалках копаю а вот это это а ёпты штаны порвались нихуя себе ой проси господи вот это вот это да а это носик от самовара до чистенький в песочке даже не забит почти интересно что он здесь делает и главное где все оставшиеся части плюс 40 похоже на пробку но есть сомнение а сомневаться нечего копаю чего тут лежит и опять гильзы но таких я еще так сказать своей местности не находил год не просматривается но и что-то еще внутри но гильза пробитая что там внутри это можно будет только думал узнать плюс 64 ну плюс все четыре копай а это ключик но ни фига не золотой цена 9 копеек 83 с перегрузкой вот обычно я с перегрузкой не копаю но если на расстоянии 20 сантиметров перегрузка не возникает я все-таки копаю копать так сейчас мы сейчас мы выкопаем что же это может быть ну не консервная банка в лесу конечно может быть но я вообще-то как минимум в 15 километрах от города что же здесь в этом комочке может быть так минуточку не хуахуа в это сложно поверить сейчас я оттру немножечко а это и лишь 17 съезд к кпсс до долго здесь и лишь пролежал интересный сигнальчик ну в общем то он интересен тем что почти ровная тридцатка ну почти ровная тридцатка смотря как объект лежит земле тридцатка в лесу 15 километров от города копаю текст я посмотрим опале я с мы посмотрим что в этом комочке спряталась мэри крисмас я почти ну почти мысленно угадал и это скорее всего три копейки советские ух ты какой год то хоть шестьдесят первый год давненько здесь лежит наверно спустя 30 метров плюс шестьдесят три да наверно я тут первый плюс шестьдесят пять плюс шестьдесят три копаю сейчас мы посмотрим чего там что же здесь может быть шестьдесят три сейчас посмотрим чего здесь сдается мне судя потому что здесь находятся эти предметы в такой вот удаленности ну грибники конечно в таком количестве оставить или потерять предметов как мне кажется не могли потому что за грибами , но пипец такого я не ожидал увидеть минуточку сейчас мы чем-нибудь потрем и снова и лич на этот раз пионерский почти целый да что же здесь было интрига дня и вновь продолжается бой тридцать четыре тридцать два тридцать тридцать четыре тридцать два тридцать копаю так сдается мне что здесь наверно кто-то лагерем каким-нибудь стоял как мне кажется но даже если это и был детский лагерь то здесь побухивали пионеры пробки есть но пробки не выкапываю потому что пробки таким прибором определяются легко и в этот раз что у нас здесь попалось ого хорошенькое состояние троячок попался три копейки восемьдесят второй год ну теперь кусочек местности я покажу но не весь так это чудеса какие то опять плюс тридцать плюс тридцать плюс тридцать третий раз уже за час плюс тридцать копаю охренеть можно просто пионеры не могли золото потерять хотя золото тогда у пионеров не было навряд ли так сейчас посмотрим что здесь у нас тут так да что ж ты будешь делать опять троячок троячок семьдесят девятый год блин какое хорошее состояние видимо здесь грунт так сказать соответствующий песчаник отлично вот это обедик обед у меня как мне кажется резко подходит концу плюс семьдесят девять нормально думать нечего копаем так быстренько быстренько обед заканчивается ребят ребят заканчивается копаем по-пырому золото и сваливаем так сейчас зазырим что у нас тут китайские ПВХ штаны выдержали два похода естественно не все походы успешные так ну-ка иди сюда ого ха-ха парадокс и нонсенс просто охренеть делайте ставки господа делайте ставки не угадаете значок буквица 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 новгород двенадцатый век ха-х да вот это обедик ща покажу что накопал вот что получилось но носик от самовара мне конечно не нужен куда его девать но в общем веселый обед получился не поиск слава не не в общем он не в общем не не он